Сегодня я вам покажу три дома, разные по площади, но все уникальные своим минимализмом и своими проработками в деталях. Это дома известного мирового архитектора из Испании, Франа Сильвестра. Он вообще делает уникальные здания по всему миру. Мы смотрим во всех наших офисах и вдохновляемся его архитектурой, потому что, наверное, даже непонятно, как эти дома сделаны, каким образом они не падают. Там такие сложные конструктивные решения, и кажется, что это рендеры, а не живые дома. Кажется, что это просто невозможно, это crazy. Но по факту эти дома действительно строятся, а архитектор действительно уникальный. Он работает в суперпремиальном сегменте, но нам он показал свой новый проект. Это проект домов будущего, скажем так. У него есть идея демократизировать архитектуру, чтобы работать не только в элитном сегменте, но и, скажем, более обычные люди могли заказывать такие дома. Итак, это базовая модель, 150 квадратных метров, такой самый маленький дом из тех, которые мы сегодня покажем. Если вообще прокалькулировать всю внутреннюю площадь жилых помещений, то получится 117 квадратных метров. То есть по теплому контуру, условно говоря, хотя в Испании теплый контур, он как бы вся страна, но, допустим, по теплому контуру дома 117 квадратных метров. Соответственно, вот это вход в дом, такой фронт-ярд, и здесь находится небольшая терраса на северной стороне, как это принято в Испании. То есть здесь такая теневая, очень приятная терраса. Большая часть сдвижной такой стены стеклянной, да, то есть такая сдвижная перегородка, через которую мы попадаем в пространство дома. Здесь, соответственно, расположена гардеробная часть, и ее можно обойти с двух сторон, то есть такой open-plan красивый. И отсюда мы попадаем в гостиную и столовую зону. Интересно, что кухня, она вообще вынесена отдельным помещением, и здесь у всех домов кухни нету в жилом пространстве. Ну, наверное, это и правильно, чтобы запахи не расходились как бы по всему дому, готовка происходит отдельно. И, кстати, в кухне есть место для такого вот небольшого стола для завтраков. Подражается, что здесь будут там обеды, ужины, сюда вы приглашаете гостей, а там у вас зона для перекусов. Такая вот гостиная с выходом на, соответственно, большую террасу с бассейном. Бассейн опционально, он не включен в стоимость. Кстати, стоимости вполне себе доступны относительно общего рынка Бьес, и в ходе видео мы обязательно про эти стоимости расскажем. Здесь расположен общий гостевой санузел и две спальные комнаты. Ну, подождется, что детская, может быть, комната для родителей. И с этой стороны есть еще primary bedroom. То есть, как бы, хозяйская спальня со своим огромным гардеробом и со своим собственным санузлом. То есть, в эти 117 метров включены два санузла, primary bedroom, две еще спальни, кухня, прихожая, столовая и гостиная. То есть, вот так вот оптимизировано пространство. Это фактически дом для минималиста, то есть, он практически мономатериальный, но про его материалы я бы хотел рассказать на примере следующего дома, который чуть-чуть больше площади. Друзья, это средний по площади дом 220 квадратных метров. На самом деле, я взял и пересчитал на калькуляторе, и у меня получилось 164 квадратных метра. Остальное это террасы. То есть, такая вот хитрая уловка, к которой прибегают многие компании. Здесь она вполне себе оправдана, потому что климат южный. Люди любят проводить время на террасах, и, в общем, их можно включать, как бы, в общую площадь дома. Значит, дом очень интересный. Мы видим минималистичный объем второго этажа. Мы не видим абсолютно ни одного окна. И стоит он на полностью стеклянном объеме первого этажа. Притом стеклянный объем просматривается насквозь. Что, как бы, очень красиво создается такой эффект иллюзии. Что, вот, верхний тяжелый объем, он, как бы, левитирует над нижним. Это еще интереснее, потому что верхний объем — это спальни. И, на самом деле, окна есть. Они просто расположены по двум сторонам здания. Таким образом, дом инсолируется со всех четырех сторон. Говоря про такой минималистичный объем здания, очень важно, из которого материал он сделан. И, честно говоря, смотря по картинкам, я думал, что это штукатурка, потому что не видел разрезки этих панелей. И у меня уже сразу было много вопросов. То есть, я ехал сюда и хотел задать вопросы, как вы используете штукатурку. Тут достаточно влажно летом, и, вероятно, штукатурка будет напитывать влагу, будет разрушаться, желтеть. В общем, эти все дефекты спустя 3-5 лет выглядят очень некрасиво на минималистичном доме. Так вот это, друзья, вообще не штукатурка. Вот представьте, что весь дом, как ваша столешница на кухне. То есть, он тактильно очень приятный. Материал называется Creon, производитель Porcelanosa. В общем, самый известный испанский производитель. И, в общем, как вы сами понимаете, материал не дешевый, долговечный, достаточно тактильно приятный. И, в общем, почему-то его практически никогда в нашем климате не используют на фасадах зданий. Здесь, в Испании, он применяется на фасадах зданий. И классно, что он прям с фасада переходит в интерьер. Мы можем приоткрыть вот эти окна. И отсюда особенно удачно видно, что вот наш фасад, а вот уже наш интерьер. И это абсолютно один и тот же материал. То есть, вот как покрытие пола визуально переходит в террасу, да. Потому что здесь и на террасе, и в интерьере там одна и та же плитка. Тут больше шагрин, тут меньше, но по цвету она идентичная. Так и фасад, он втекает в отделку интерьера. На самом деле, это очень красиво. И, находясь здесь, я не могу вам не рассказать про остекление. Это одна из самых красивых профильных систем, которые я встречал. Во-первых, она больше форматная, да. То есть, это очень большие сдвижные конструкции. Она монтируется на достаточно тонкие. Вот этот вот несущий профиль, да, практически незаметный. И посмотрите, какая ручка. То есть, вот у нас мы привыкли видеть прямо вот, прям ручку, да, которую можно там повернуть, поднять вверх. Там за нее потянуть, открыть эту дверь. Здесь это все сделано абсолютно по-другому, да. Тут есть вот этот тонкий профилек, который напоминает стоечно-ригельную оконную систему. Он же и является ручкой, да. Мы за него с интерьера держимся и откатываем. Точно так же с обратной стороны. И маленький запорный механизм, ну, который позволяет, как бы, закрыться, чтобы никто не вошел в ваш дом. Давайте сейчас обойдем дом с обратной стороны. Ну, и вот это еще одна терраса. Как мы видим, это северная сторона, судя по солнцу. И вот здесь вот вообще расположен вход в дом. Интересно, что здесь нету, как такой, входной двери. Есть просто сдвижное остекление, которое также можно отодвинуть и зайти. И оно тоже работает с пульта, работает с мобильного приложения. Очень минималистичный забор, очень минималистичные гаражные ворота. То есть просто вот такие вот, скажем, мономатериальные блоки. Ну, и, соответственно, прозрачная изгородь. Вот тут бьется какое-то испанское растение, видимо, какой-то плющ их местный. И вот достаточно быстро он заполняет вот эти вот объемы и, как бы, делает этот двор камерным. Вообще, надо сказать, что это что-то вроде экспо-поселка, да. То есть это экспо-дома, которые мы вот сейчас вот можем видеть, как, например, там, будущие покупатели. Но впоследствии они могут быть кому-то проданы. И это все превратится в жилой поселок. Сейчас, как бы, этот поселок находится на своей, скажем, стадии финализации. И надо сказать, что тут все, как бы, в каком-то виде модульное, да. То есть есть, как бы, отработанный вид на технологии. Все делается супербыстро. То есть это вот, например, там рулонный газон, который, условно, вчера мы сюда приезжали, его уже не было. Сегодня мы приезжаем, его уже косят там. Ну, я утрирую, но на самом деле все делается супербыстро. То есть раз положили там плиты под парковку, раз положили бетонные плиты, которые ведут к домику. Там быстро установили забор, быстро навесили фасад. То есть фактически тут настолько отработаны системы, что вот такие поселки, я так понимаю, они могут строить вот просто в супер сжатые сроки. Здесь мы видим площадку, куда может заехать машина. Здесь нету смысла, как в нашем климате, делать какой-то навес, потому что осадков гораздо меньше. И вот отсюда человек может пройти либо к входной двери, либо на террасу. А терраса у нас вот с таким красивым бассейном. Бассейн тоже модульный. Решение настолько отработанное, что их как бы можно добавить в любой момент. Вы можете заказать дом, пожить ним, решить, что нужен бассейн. Вам его установят, поставят отдельное оборудование, прокопают, постелят газончик красиво. Положат вот такие вот дорожки тротуарными плитами. И, в общем, все будет красиво. Интересно, что в этой отработанной системе, чтобы соблюсти некий дизайн-код, есть ограниченное количество цветов. Когда мы вообще общались, я говорю, что вот, смотрите, у вас тут деревянные панели еще добавляются. Это как бы необычно. Они говорят, да, но вы знаете, это такая небольшая ошибка. Мы же с вами понимаем, что белый цвет красивый. И вот у них все такое скульптурное, монообъемное, мономатериальное. И желательно в белом цвете. Так оно выглядит минималистично. Такие вот испанцы-минималисты. Друзья, наш курс интерьерного дизайна наконец-то готов. И в честь этого мы дарим скидку 30% каждому, кто хочет его купить до 22 апреля. Если вы хотите обучиться интерьерному дизайну, так сказать, у лучших, то у вас есть такая возможность. Весь свой многолетний опыт мы вместили в 10 мастер-классов, которые доступны на обучающей платформе. Переходим по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Пойдемте зайдем внутрь, посмотрим этот интерьер. Вот так вот мы заходим внутрь дома с террасы. И тут как бы покрытие пола это плитка. Такая же плитка условно, как на террасе. Никто вообще не снимает обувь. Все ходят в обуви по дому. Соответственно, климат теплый. Практически никто не носит куртку. И из-за этого вообще нету прихожей. У этого дома как бы три входа. Вот это вход с бэк-ярда. Это вход с той вот террасы, назовем это фронт-ярд, да, который возле калитки, соответственно. И, наверное, с фронт-ярда мы можем зайти либо в кухню, либо в гостиную. Мне это немножко выносит мозг, потому что в нашем климате принято, что есть как бы грязная зона дома. Это то, куда человек заходит в обуви, где он раздевается, снимает куртку. И дальше он проходит уже в чистую зону дома. Здесь вход сразу в кухню, да. Никто не снимает куртку. Ну и вот, в общем, как ходили по улице, так и ходим по дому. Для меня это необычно. Пространство дома из-за этого, оно очень выигрывает. Потому что удается сделать прям премиальную планировку. Вот эти 15 квадратов прихожей, их как бы нету, да. И из-за этого планировка очень оптимизирована. Здесь у нас, например, расположена мягкая зона и зона столовой. Дальше мы видим такой вот кубик с коммуникациями. Там расположен санузел и там расположена постирочная. А вот здесь вот можем видеть такую щель, через которую осуществляется кондиционирование. То есть коммуникации все там. Для меня очень необычно, потому что по ходу, если у вас все-таки есть куртка, это единственное место, куда вы можете повесить. Прямо в столовой. Видимо, для Испании это как бы абсолютно нормально. Шторы у нас встроенные, соответственно, за потолок. Освещение у нас также встроено. Коммуникация у нас также встроена. Абсолютный минимализм. Давайте пройдем в кухню. Вот мы проходим на кухню. Кухня у нас тоже необычная. То есть эта часть кухни для нас вполне понятна. Мойка, варочная поверхность. Но часть кухни также расположена и в этих закрытых системах хранения. От нажатия, как видите, с сервоприводами открывается холодильник. То есть очень красиво мы вот так нажимаем на дверку, она вот так вот отпрыгивает. И подразумевается, что из холодильника мы берем еду, как-то выгружаем ее там здесь, моем, готовим. То есть вот весьма необычный такой рабочий треугольник, ну как бы для нас. Но вот здесь он таким вот образом осуществлен. И место для каких-то перекусов. Также отсюда мы можем пройти на лестницу. Вот обходя этот кубик, мы видим встроенную в него лестницу. Кстати, тоже минималистичную. Видите, тут такой красивый теневой шовчик. А вот здесь прячется дверка в туалет. Она выполнена такими же панелями. И вот такая вот ручка, ее абсолютно не видно. Она в том же шпоне. Мы такую используем в нашем интерьере. Ссылочка на наш интерьер. Вот так ее можно открыть. И там, соответственно, будет гостевой санузел. Санузел абсолютно минималистичный. Посмотрите, как все продумано до мелочей. Это не стыковка двух панелей. Это некая угловая панель из креона, которая подходит стык в стык дверной коробке. То есть был четкий дизайн проекта, в котором было предусмотрено вот это соединение. Нет обычной кнопки смыва и инсталляции, но есть некая общая панель, куда встраивается сантехника, куда встраивается такая вот скрытая кнопка. Видите? Продумано, куда вы будете вешать полотенца. Специальный кронштейн в цвет тумбы, дозатор в цвет тумбы. Очень удобные системы хранения. Все это сделано из креона и умывальник. Вот столешница умывальника и фасад. Все как в таком хорошем отельном номере. Тут прям чувствуешь, что архитектор о тебе позаботился. Тебе остается только жить и наслаждаться жизнью в этом доме. Пройдемте на второй этаж. Посмотрите, такая вот красивая лестница, зажатая между двух стен. Мы такой прием тоже используем в своих проектах. Вот мы в пространстве второго этажа. Видите, одна стенка переходит таким вот минималистичным ограждением лестницы. Ну, конечно же, из того же креона. Когда мы сюда поднимаемся, тут достаточно светло. Хотя вот это вот весьма небольшой холл. Почему светло? Потому что двери в комнаты открыты. Тут огромная просто панорамная стильня, которая полностью засвечивает это пространство. Сверху мы видим вот такой вот светильник. И именно этот светильник подсказал мне, что потолок-то все-таки натяжной. И, скорее всего, на первом этаже он тоже натяжной. А это говорит о том, что тут нет вообще мокрых процессов. То есть я-то думал, что это гипсокартонный потолок, который там штукатурится, красится. Нет, это потолок натяжной, что еще больше ускоряет строительство. Если этот потолок предполагает, что он полупрозрачный, да, то под него можем строить светильники. И вот так это выглядит в выключенном состоянии. И вот так вот мы можем включить. И получаем что-то вроде имитации второго света. Как будто у нас такое окно в крыше. По две стороны лестницы у нас находятся две детские комнаты. А здесь у нас тоже находятся две спальных комнаты. Одна из них это primary bedroom, потому что у нее свой санузел и своя огромная гардеробная. У второй есть своя гардеробная. А вот этот санузел предполагает, что он общий на три комнаты. Давайте пройдем в мастер-блог. Вот это, друзья, проход в мастер-спальню. Тут нужно запомнить, где находятся двери, где дверцы шкафов, а где просто стеновые панели. Потому что так как все сборное, с первого раза так и непонятно, куда идти. Так вот, если мы проходим в мастер-бедрум, в первую очередь нужно сказать, что тут просто потрясающий вид из окон спальной комнаты. Сама спальня небольшая, но уютная. Здесь интерес представляет само остекление. Смотрите, вот тут такой вот у нас красивый вид из окна. Окошко мы можем полностью открыть. Вот так оно открывается. И посмотрите, ограждение сделано специально до того уровня, до которого открывается окно. Опять-таки, такая вот деталь. Не делать ограждение на всю длину, а сделать его только до этого момента. И вот вы можете открыть, объединив природу, как бы пустив свежий воздух в вашу спальню. Итак, это самый большой дом, площадью 320 квадратных метров. Наверное, мой любимый из этих проектов. И видите, здесь остекление и на первом этаже, и на втором этаже. То есть он полностью остеклен. И это такая целая вилла. Если первый и второй дом, они смотрятся такими минималистичными кубиками, то это уже, ну, прям полноценная премиальная вилла. Здесь у нас скрытая терраса. И это большое преимущество, потому что она может создать тенек вот в такой жаркий день. Жаркий февральский испанский день. При том, часть этой террасы глухая. А часть этой террасы может сдвигаться, обеспечивая инсоляцию гостиной соответственно. Опционально эту террасу можно либо закрыть, либо открыть по вашему желанию. Я обещал немножко поговорить с вами насчет стоимости этих домов. Так вот, дом тут поставляется сразу со всей встроенной мебелью, освещением, сантехникой и даже кухонной техникой. Интересная аналогия. Вот если дом перевернуть и мебель не упадет, то вот именно с этой мебелью дом и поставляется. То есть без стульев, без кресел, без диванов, но со всей встройкой. Так вот, дом в такой стоимости, с учетом того, что он будет собираться около трех месяцев на вашем участке, будет стоить от четырех тысяч евро за метр. То есть это некая такая стартовая отправная точка. В каждом доме она немножко разная, но примерно вы можете посчитать. По моей личной оценке очень сложно найти. В Испании, вот именно где-то рядом с Валентией, вообще такие вот цены за такую архитектуру, с такими материалами и такого качества. Друзья, вот это северный фасад, как и в других проектах. Отсюда находится вход в дом, соответственно, с уровня дороги. И тут также есть закрытая часть, то есть достаточно большая терраса. Вообще площадь вот этих террас это 140 квадратных метров. То есть это прям очень большие террасы. И посмотрите, как насквозь вообще просвечивается дом. То есть мы стоя здесь, мы можем видеть вот там вот бассейн. То есть уже подъезжая к дому, мы видим красоту вашего бакьярда. То есть, ну, на мой взгляд, вот этот сквозной просвет, это очень важная фишка в современной архитектуре. Мы применяем это в своих проектах. Такое же решение есть у Роберта в его доме. Если вы не смотрели наш ролик про дом архитектора Роберта Конечного в Польше, я обязательно скину вам на него ссылочку. И такое же решение здесь. То есть дом прям насквозь просвечивается. Таким образом, вы видите весь ваш участок, подъезжая к дому. Ну и с задней террасы мы можем зайти в дом в двух местах. То есть со стороны гостиной и со стороны кухни. Кухня тут, как и в предыдущем доме, находится как бы в противоположной стороне вот этого объема первого этажа. А как вы понимаете, с этой террасы тоже осуществлен вход в дом. Ну, по аналогии с предыдущим проектом. Но здесь вот это все огромная зона гостиной. То есть такая ТВ-зона. Тут может быть большая компания. Подразумевается, что здесь будет телевизор, и даже выведены розетки, сделана заглушечка для него. А вот это все мягкая зона с диванами, которую тут можно расставить. И, в общем, наслаждаться общением, либо хорошим фильмом. Прямо за этой стенкой расположена рабочая зона. Такое решение есть только в этом проекте. Вот мы можем сюда перейти. И видно, что здесь не только есть ряд дополнительных шкафов, чтобы снять какую-то там одежду, либо для хранения личных вещей, но также и место поработать. Вот это, соответственно, глухие панели. Как я и говорил, тут важно запоминать, где есть открывные фрагменты шкафов, а где есть просто глухие панели. Кухня у нас расположена за вот этим вот кубиком, который можем войти. И вот здесь мы видим, что столовая зона, она совмещена с кухонным островом. И более понятная, наверное, планировка кухни для нас, потому что вот холодильник, он, соответственно, расположен в непосредственной близости от кухонной столешницы. Он также двухкамерный, также с сервоприводами. Здесь, соответственно, есть дополнительный винный холодильник к вот этому стеку из микроволновки и духового шкафа. Ну и здесь вот уже рабочая поверхность с такими вот встроенными в нее розеточками. То есть, опять же, проработка деталей впечатляет. Поверхность для готовки. Тут вытяжка такая же, как у меня дома. Вот она вот таким вот образом выезжает от нажатия на кнопочку. Интересно, что эта вытяжка намного выше, чем у меня дома. И я думаю, что она будет лучше работать, потому что моя элика, ну, работает как бы не очень. То есть, она только с передних комфорок вытягивает пар. Если кастрюля находится подальше, то пар свободно себе поднимается вверх, не уходит в вытяжку. Здесь, видите, достаточно большая высота. Мне очень нравится, что здесь нету стандартных комнат и коридоров. Есть некоторые объемы, которые можно обойти с разных сторон. В общем, это та хорошая черта планировки, которой мы придерживаемся. Здесь находится точно такой же санузел, поэтому не буду вам его показывать. Но здесь есть отличие в лестнице. То есть, лестница заканчивается окном, а не глухой стеной. И, на мой взгляд, это прям очень красиво, когда ты поднимаешься на свет, а не поднимаешься в какое-то замкнутое пространство. Итак, когда мы поднялись по лестнице, мы видим огромный ряд остеклений. Мне очень нравится, что в этом доме прям много свето-прозрачных конструкций. Прям свет выходит отовсюду. И вот здесь вот над лестницей есть такая площадочка, где стоит скульптура. За ней тоже, соответственно, окно. Все комнаты выходят на ваш внутренний двор. Они не выходят на дорогу. А здесь не глухой коридор, а здесь, соответственно, стеклянная, стекленная галерея. Вы когда идете, вы можете тоже любоваться как бы красивым видом. Все вот эти комнаты проработаны прямо до мелочей. Поставьте лайк, если бы вы хотели жить прямо вот в таком доме. И вообще интересно, какой из трех домов вы бы выбрали. Я жду от вас комментарии. Подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующих видео.